Участок дороги, ведущий от Белокаменного шоссе в деревню Дыдылдина, крайне напряженный. И этому способствует и практически полное отсутствие освещения. Для того, чтобы обеспечить безопасность участников дорожного движения, а также снизить криминогенную обстановку в указанном районе, городские власти приняли необходимые меры. Подробности в материале нашего корреспондента. Долгое время уличное освещение в деревне Дыдылдина представляло собой всего лишь три лампочки. И это вдоль довольно протяжённого участка дороги с постоянным движением транспорта. Жители деревни неоднократно обращались в городскую администрацию с просьбой решить этот вопрос. Темно очень было. Ходить страшно. Дорога у нас не настолько шикарная. Дорога у нас проезжая, машина, поток большой. Тротуаров у нас нет. Ну и хотелось, конечно, освещения. 26 ноября новая линия уличного освещения дороги, ведущая от Белокаменного шоссе, в деревню Дыдылдина, наконец-то была введена в эксплуатацию. Намного лучше и безопаснее стало. Безопаснее стало? Чем было, да. А то очень было страшно. Видно, на больших скоростях тут ездят. Из-за возникших трудностей работа по созданию линии заняла около двух лет. Мы прошли государственную экспертизу по данному проекту. Столкнулись с массой проблем, связанных с коммуникациями. Здесь, вы знаете, проходит и газовая коммуникация, и система связи, и телефонные линии, и линии освещения, и энергоснабжения. Вот нам пришлось выкраивать вот эти участки, чтобы провести отдельную линию. Новый участок освещения протяженностью более 1200 метров построен в рамках муниципального контракта. На нем установлено 46 опор освещения. Применены натриевые лампы высокого давления, являющиеся на сегодняшний день одним из наиболее экономичных источников света и позволяющие обеспечить контрастную видимость объектов в любых погодных условиях. Это, условно, безопасность дорожного движения. Да и потом уже, 21 век, света должен быть. Это же очевидно и понятно. То, что люди давно уже выражали в своих пожеланиях, оно состоялось. Ранее линию электропередач в деревне Дыдылдина обслуживала предприятие Подольские электросети. Теперь же эта линия освещения является муниципальной собственностью городского поселения Видное. И оплату за нее будет производить администрация поселения. Лариса Вольнова и я, Дамия, Наталья Буслаева, Видное ТВ.